Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. Вот я снимаю это видео и сейчас же его выложу. Буквально через пять минут после того, как закончится мое обращение к моим подписчикам, я снимаю это видео специально для Талька Лума. Талька Лум – это человек, который живет на Украине. Его настоящее имя Виталий. Его сосед как-то покушался на мою Викторию. В общем, это отдельная история. Так вот он пишет, он справедливо, конечно, пишет, что хотелось бы смотреть свежие видео, которые вот сняты сегодня, жить сегодняшней жизнью со мной, с домом, с предприятием, с собачками. Это его очень справедливое замечание. Я просто, ну, очень с ним даже согласен. Мне тоже иногда хочется снять и тут же выложить. Но не получается по многим причинам, потому что вот сейчас я собрался уже лечь спать, отдыхать. Видите, я уже снял рубашку. Ну, прочитал комментарии, вот печатал ему. Полчаса я печатал. Ему печатал, вот я мышка. Видите, у меня мышка, я ей печатаю на диване. Тых-тых-тых. Есть у меня, конечно, вот я покажу и клавиатура. Ну, ее надо доставать, подключать. А я взял, вот она, мышка. И полчаса потратил на ответ ему. Ну, я думаю, что это будет адресовано не только Таль Колуму, но и всем моим подписчикам, которые, может быть, тоже хотели бы смотреть свежие видео. Ну, вот объясняю. Я даже вот, я не могу сейчас, конечно, прочитать, потому что я, как бы, обращаюсь к вам, а экран у меня вот там, за. Но я на словах объясню, что иногда на съемки какого-то видео уходит неделя, бывает больше даже. Иногда мы куда-то уезжаем на несколько дней, приезжаем и потом начинаем монтировать. Дороги я не могу монтировать. Видео накапливается. Иногда просто какой-то фильм, вот который я сейчас, я ролик пришлю, я сейчас выставлю ролик, который будет длиться 15 секунд, по-моему. Это зачаток будущего фильма, который я хотел снять и назвать «Сон миры». Вот, я его, как бы, хотел туда вклеить, монтировать. Таких видео, там, может быть, соберется несколько, там, 10-15 роликов. Потом я их склеиваю, и получается фильм. Вот, ну, я пожертвую этим роликом. Этот видео у меня сняла Вика, прислала по WhatsApp. Я собираю, иногда мне помогает и Виктория, и Сережа, который, ну, со мной работает в саду. И на работе там ребята помогают. И есть еще у меня товарищи, которые тоже что-то мне присылают. Ну, в основном я сам снимаю. Так вот, иногда просто устаешь, иногда ветер сильный, ну, нельзя выйти в ветер и снять что-то. Иногда дождь сильный, тоже не выйдешь на улицу. В доме не всегда бывают моменты, сюжеты. Не всегда по саду пройдешь. Иногда я просто чисто устаю. У меня 37 человек со мной работают. И на них тоже надо уделить время и нервы. И я чисто по-человечески устаю. И прихожу домой, хочу отдохнуть. Иногда просто, ну, извините, не стоит. По-мужски скажу, ну, вот все, хандра, ничего не хочу. Ну, потом, набирая сил, как говорится, встаю и иду. У меня такой девиз, встань и иди. Поэтому, чтобы, когда у меня там хандра или что, у меня есть запасные ролики, я их выставляю. Раньше вот я через компьютер загружал и очень долго уходили. Сейчас я приспособился загружать в высоком качестве вожди через телефон. Ну, нашел такую программу, которая очень быстро загружает. В течение, там, 5-10 минут. А раньше у меня, бывало, уходило и до двух дней даже на загрузку длинных видео. Поэтому, ну, не получается. Просто невозможно. Сегодня снял и тут же отправил. Как бы летопись такой. Потому что тогда получится просто неинтересно. А есть некоторые видео, которые я готовлю. Вот много готовлю. Например, Марсика запускать на Марс. Конечно, у меня есть в плане. И он будет запущен. Ну, как, я не обещаю. Просто я планирую его запустить. Ракету собрали. Батискаф у нас стоит тоже и под воду. Но то погода мешала, жарко. То вот надо выложить ролики, которые уже отсняты. Теперь еще надо мне помощники, чтобы пришли мои внуки, помогли мне в съемки. Есть еще сюжеты, задумки. Много чего есть. И все это надо снимать. А иногда задумаешь что-то. А тут раз и Вика кричит. Иди быстрее снимай. И я бросаю все снимаю. И вот он готовый сюжет. Что-то такое. Как мячик мы принесли. Марсику отдали. Я не ожидал такой реакции. Просто не ожидал. Я снял это видео. Но оно выйдет через неделю. Но не получится раньше. Потому что у меня сейчас 15 видео уже снятых. Я их последовательно выпускаю. Я стараюсь даже, вот вы заметили, и по 2, и по 3, и по 4 ролика в день. Выпускаю, чтобы только избавиться от этих роликов. Они копятся. Они опять откуда-то как снежный ком на меня сыпятся, валятся. Вот такая история. Вот я что хочу вам объяснить. Поэтому не обессудьте, земляне, что какие-то видео я выкладываю с запозданием. Так просто получается. Это не потому, что я хочу поизмываться. Нет, просто я и сам бы хотел, выложил, да и... Вернее, снял и все, и выложил тут же. Но не получается. Иногда даже просто некогда просмотреть ролик. Я сниму. А через 2-3 дня я только добираюсь к нему, чтобы его просмотреть, обрезать, что-то подкорректировать. Бывает и такое. Потому что работа прежде всего. Не думайте, что я такой бездельник. Сижу и только делаю, что снимаю. Видео, играю с собачками. У меня в предприятии, я сказал, что там 37 человек. И здесь еще в саду тоже двое, трое, четверо бывает работают ребят. И с ними тоже надо заниматься, чтобы содержать сад в порядке. Да и поэтому просто хочется иногда и съездить на концерт, посмотреть тот же балет, оперу, послушать там. Или еще что-то там, инструментальную музыку. Ну, все, что я люблю. Я тоже человек, и мне ничто не чуждо человеческое. Поэтому канал каналам. И я стараюсь уделять ему очень много времени. Но я человек, я устаю. Поэтому просто поймите мне, что иногда и жизнь корректирует что-то. Бывает раз, и какие-то изменения. Пришли там, думал, вот так, вот так, а получилось по-другому. Вот сегодня вертолеты летели по небу. Хотел снять, а у меня стоит телефон на загрузке. А их прям целая вереница там, красивые такие. Ну, военные, не знаю, куда-то летели. Вот, а кинулся от телефона на загрузке. Не могу снять, занято все. Или еще что-то бывает. Поэтому очень много пропускаю, очень много упускаю. Но в основном, конечно, стараюсь снять, стараюсь ответить всем. Стараюсь угодить многим, кто просит о чем-то. Вот Алексей Граус попросил о шашлыках снять. Да, где-то прошло полгода, и я снял. Потому что он просит о рыбалке. Много кто о чем просит. Но я стараюсь всем угодить. И все у меня есть в записи, как говорится, в плане. Все будет, но я не люблю обещать. Потому что, знаете как, обещает один человек, а выполняет другой. В каком смысле? Ты пообещал, а завтра обстоятельства изменились. И ты уже не можешь этого сделать. Или твои взгляды изменились. Ты понимаешь, что ты пообещал заведомо какую-то неправильную вещь. Ты сгоряча пообещал. Но потом ты осознаешь, что, блин, нельзя этого делать. А ты пообещал, ты связан обязательствами. И получается, что ты брехун, если не выполнил, не сделал. Я не люблю этого обещать. Я не имею права даже обещать. Поймите меня. Я могу просто не дожить, как и любой человек, до выполнения этого обещания. И все. И меня назовут брехуном. Поэтому получается, я делаю. Не получается, не делаю. Но стараясь делать все. Я, конечно, стараюсь. То, что я стараюсь, вы должны это видеть, понимать. Вот и сейчас. Времени уже половина двенадцатого. Я снимаю этот ролик. Сейчас я его выложу специально для Талька Лома. Чтобы он понял меня, что вот я этим кусочком, который сейчас будет выложен в конце моего интервью, доклада или отчета, сняли Миру. Вот я же еще раз повторяю, что этот ролик. Ну, видео хотели назвать «Сон Миры». Снять, как она спит во сне, там, разные эти ее положения и все. Ну, я потом сниму, конечно. Но этот ролик я уже пожертвую во имя того, чтобы вот объяснить вам, показать, чтобы вы поняли, что, ну, это не моя прихоть. Я просто так, так получается и все. Так получается, так сложилось. Я сам не знаю, как. Я же не могу восемь роликов выложить сразу. Ну, не могу. Есть видео, которое требует доработки, требует одного вот маленького такого эпизодика. А я его жду неделю целую, чтобы там приехал нужный человек или там какая-то ситуация случилась. Я жду, бывает, неделю целую я жду. А потом раз, вложил этот самый туда эпизодик, а видео уже на неделю опоздало. И что делать теперь? А уже новые снятые. Я новые отставляю в сторону. А то, которое я добавлял в этот эпизодик, я выкладываю, и получается, она как бы свежая. Не обращайте, земляне, внимания, где свежая, где не свежая. Все видео свежие. Да, кстати, еще хочу обрадовать тех, кто хочет свежих видео, которые видео актуальны, я их выкладываю немедленно. Все. Я течею. Вот как и это видео. Оно снято, и немедленно я его выкладываю. Ну, всем пока. Покойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok